девчонки всем привет давайте проверим связь как меня слышно видно сегодня выходной день будем начинать вовремя чтобы никого не задерживать так слышно видно отлично будем начинать итак мы сегодня с вами поговорим на знаете такую важную тему как команда образования почему мне сегодня захотелось поднять именно эту тему потому что очень многие эту даже проблему упускают команде почему даже не надо далеко идти и я таким образом когда-то как говорится знала про сплочение знала про дружеские отношения в команде но знать и делать это как говорится совсем разные вещи ну кто меня не знает представлюсь меня зовут ольга карпович я старший директор компании фаберлик компании уже более восьми лет и сегодня у нас с вами будет и какая-то теория и именно мой опыт мои ошибки мои работа моя работа над ошибками это все мне сегодня именно захотелось вам показать чтобы вы не повторяли моих ошибок потому что вы сами прекрасно знаете что восемь лет это огромный трог как я всегда шучу 8 лет училась 8 лет работала и уже восемь лет компании фаберлик так что я думаю девятый год должен показать совсем другую меня совсем другие результаты и так девчонки собираются собираются ладно сейчас чтобы начинать самого начала чуть-чуть подождем ну все знают мою историю она есть школе значит учитель все таки как говорится мы психологию изучаем педагогику изучаем но я знаю болезнь учителя ну да и не только учителя но я просто рассказываю по своему опыту зарплаты очень и очень малые у учителей загруженность особенно сейчас просто неимоверная и когда любой я думаю учитель приходит сетевую любую компанию первое что он видит конечно он видит эти цифры он видит эти выплаты он видит эти премии то больше он ничего не видит и в итоге я думаю все такие люди но просто сейчас мы говорим о учителя и в итоге о чем мы думаем о себе только себе 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 выплаты себе премии себе ни с кем не поделюсь я жадина вот об этом мы сегодня и поговорим чему вот это вот жадность деньгам приводит не зря и существует такое высказывание нужно стать не только богатым но богатым и в голове своих мыслях своих действиях поэтому об этом всем мы сегодня и поговорим и так в любом бизнесе млм существует 6 важнейших факторов которые приведут успех это конечно продукт благо у нас с этим все хорошо ассортимент огромнейший привет привет но с прибавшим ассортимент огромнейший качество превосходное все кто здесь уже собрался я думаю все попробовали и не раз люди приходят тоже мы можем сказать хорошо этим мы и рулим условия сотрудничества с компанией руководство поверьте моему опыту просто шикарнейшая не только в москве но и в регионах данном случае в беларуси когда вы столкнетесь на самом деле наше дочернее предприятие это нечто маркетинг план тоже шикарнейший учтены все 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 нюансы учтены то что только можно даже бонус материнство усыновления и многое другое личный объем тоже с нашим ассортиментом делать легко регистрация бесплатная оплата кому как угодно доставка заказов на офис в вашем городе система работы в команде у нас тоже есть обучение у нас тоже есть но заметьте на пятом месте идет команда то есть лидеры этика работы культура отношений командный дух это все на пятом месте и заметьте девчон только на последнем месте на шестом месте вы сами только на последнем месте поэтому когда вы на самом деле будете работать таким образом что сначала команда сначала вклад в команду сначала вклад проект а потом уже я получу результат поверьте результат будет ну это просто что я вспомнила а вообще как мы знаем существует очень огромное количество высказываний из фильмов из сериалов из книг именно про команду мы поддерживаем друг друга не потому что мы в одной команде а потому что мы команда не я придумала сказано еще до нас в одиночку мы одна капля вместе мы океан честно не помню с каких это фильмов если кто-то помнит пишите если в бою не можешь положиться на товарищей по отряду то грош цена такому отряду не позволяй не удачникам занимать свой разум запомни пока твоя команда остается единой ты сможешь добиться успеха ну и конечно один за всех и все за одного все помнят с какого это фильма нашего легендарного фильма их очень-очень много но не зря это все придумано так давайте сейчас с вами поразмыслим да у нас такой небольшой вопрос ответ что такое на ваш взгляд команда какие вот слова и существительные можно ставить чтобы характеризовать само слово команда принимаются с тем жду вашей активности как можно охарактеризовать даже можно сказать одним словом слова команда поддержка единство единомышленники да 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 все это туда ила успех объединены общей целью семья очень хорошее слово молодцы что вспомнили да 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 это девочки все о команде это сплоченность это дружба это взаимопомощь и многие многие другие слова это все команда и если в вашей команде вот эти все составляющие присутствуют вам повезло доктор меридит белбин проводил исследования команде о команде и он определил 9 ролей которые если присутствуют вот именно в этой команде дают на самом деле просто шикарные шансы на успех роли это оценщик это приводящие действия это координатор это мыслитель это разведчик ресурсов это специалист это доводчик это исполнитель и это коллективист сейчас мы эти все роли рассмотрим более более подробно но я думаю читать все умеют пока я буду это все зачитывать вы пожалуйста если нашли себя то есть свою роль чем вы себя вот соотносите можете написать кто вы если нет значит у вас есть время подумать итак мыслитель обладатель богатым воображением новатор характеризуется повышенной креативность исполнитель предваряет идеи в практические действия вносит упорядоченность в деятельность команды доводчик следит за тем чтобы задания выполнялись полностью и своевременно оценщик использует беспристрастный критический анализ ситуации исследователь ресурсов владеет искусством переговоров эффективных коммуникациях формирователь ориентация на решение поставленной задачи побуждения коллег работать интенсивнее коллективист гармонизирует отношения в команде и устраняет разногласия координатор четко формулирует цели социальный лидер и специалист обладает редко встречающимися навыками и умениями заметьте на самом же деле не бывает одного человека который владеет вот этими всеми ролями полной полную силу одним словом на сто процентов вот для этого и существует работа в команде что как уже сказано по капельке по капельке по капельке и в итоге получается у нас есть уже целый океан и поверьте если к вам в команду приходят партнеры намного сильнее вас вы должны этим гордиться потому что у вас в команде появляется сильный ключик который так как мы работаем в команде в сетевом не работает на вас у нас нету такого вот почему здесь и нужно правильно формировать команды чтобы люди чувствовали поддержку и мы сами понимаем что никто никому ничего не должен все строится на добровольных началах но если у вас в команде появляются люди сильнее вас это подталкивает же вас обучаться учиться чему-то новому потому что поверьте на самом деле будет стыдно когда ваш партнер особенно когда это новичок задает вопрос а ты на самом деле в этом или не силен или вообще ноль ты начинаешь это все изучать итак модель эффективной проектной работы а по другому лидерство то есть о чем что значит лидер как можно определить лидера это я бы даже здесь вынесла на первое место это умение слушать без разницы знаешь ты это поверхностно или хорошо умение слушать выслушивать где-то и критику где-то и советы ну и конечно когда уже на каком-то высоком проценте проведения планерок самостоятельно индивидуальность коллектива мы все знаем что мы с вами абсолютно разные не только разная у нас внешность но мы разные и внутренне норма поведения в любом проекте существуют какие-то правила которые нужно поддерживать и в чем плюс например я вижу в нашем бизнесе что мы сами имеем право выбирать людей с которыми работать это просто неимоверный плюс потому что я думаю никому в команде не нужны негативщики нытики люди на которых нельзя положиться а мы сами выбираем непрерывное обучение на своем опыте проверено что если ты считаешь себя умным достигнувших вершин это все ведет к спаду спаду не только твоего твоей личности самого себя но и спаду в работе в команде управление конфликтами тоже команде без этого некуда еще раз повторюсь люди приходят разные поэтому как только начинается какие-то конфликтные ситуации от них нужно избавляться не конфликтом не упреками ни в коем случае а конечно разговором и если это все идет чате сразу это все пресекать удалять потому что сами прекрасно понимаете к чему это ведет принятие решений а решения бывают иногда на самом деле такие серьезные просто ну сейчас наверное я не вспомню какой-то пример но принимать решения нужно и поверьте если несмотря на ваше звание если вы обязательно будете поднимать проблему будете просить совета у девчат обязательно это все девчонки будут ценить и конечно анализировать проблемы в данном случае я считаю что проблемы любые нужно поднимать не только те которые существуют в вашей команде будем надеяться что проблем у нас не будет ну хотя без этого никак но они будут хотя бы по минимуму но и поднимать проблемы которые с которыми вы сталкиваетесь вообще где-то в обществе или в другой какой-то команде разное бывает то есть предостеречь пресечь даже образование тех проблем чтобы их не было у вас команде и существует колесо команды которая ну я думаю мы все знаем мне очень понравилась наша фотография с москвы которая изображает можно сказать колесо которые объединены общей целью это во-первых высокий уровень доверия это значит слушаться на самом деле наставника если наставник так говорит значит он это уже проходил и здесь чтобы я еще включила это умение признавать свои ошибки потому что неважно кто в каком звании ваш наставник он живой человек и он имеет право ошибаться но не каждый заметьте не то что наставника вообще не каждый человек может признать свои ошибки и это на самом деле высокого стоит потому что это показывает то что человек понял свою ошибку и призывает вас не повторять их командное лидерство об этом уже говорили самоорганизация здесь никуда у нас нет начальников у нас все строится на добровольном начале поэтому без самодисциплины без самоорганизации никуда групповая ответственность это значит что распределяются обязанности назначается конечно ответственный и если обязанность какая то огромная у нас благо в проекте есть девчонки которые отвечают за какие то определенные функции и эта функция касается всего проекта поэтому у тебя получается групповая ответственность разделенные ценности и мотивация на коллективный результат я думаю здесь объяснять не нужно мы сами все знаем что без мотивации в наше время особенно никуда потому что вы сами заметили что только сетевики развиваются что-то читают узнают новое не могут сидеть на месте в отличие от обычных людей не зря нас обзывают сектой потому что лучше сидеть на пятой точке ровно делать одни и те же действия всегда и жаловаться на то что все плохо все не так и превращаться в обычных среднестатистических людей и так подведем можно сказать итоги нашей как я уже сказала теории правила работы в команде нужно работать вместе чтобы достичь общей цели дальше работаем в командах которые между собой ничем не отличаются здесь можно привести в пример нас всех мы все объединены проектом партнер но у нас у каждой есть своя команда стараемся чтобы все члены команды достигали успеха то о чем мы говорили на самых первых слайдах то есть мы должны думать о команде и только в последнюю очередь о себе тогда будет результат чтобы чему-то научиться мы должны сотрудничать да и об этом я тоже уже говорила что ничего страшного если приходят люди умнее тебя это очень классно это будет совместное сотрудничество ну и бесконфликтность если возникает вопрос не носить в себе ни в коем случае а спрашивать можно сказать в лоб но лучше получить ответ на свой волнующий вопрос чем распускать сплетни и говорить что все такие плохие меня обидели и сейчас мне очень понравилась эта картинка не могла поставить не поставить презентацию здесь я думаю без слов почувствуйте разницу обычный бизнес и даже не просто обычный бизнес а просто найм государственная работа и сетевой бизнес все равны а результат зависит только от тебя самого их составляющие команды значит команда это круг людей имеющий общую цель стиль команды доверие и сотрудничество главные принципы командного взаимодействия людям можно доверять люди могут помогать девчонки я не знаю как вы но я на самом деле особенно последнее время очень часто сталкиваюсь тем что мы люди разучились доверять другим людям а ведь на самом деле мы просто не спрашиваем не просим не интересуемся каким-то мнением мы привыкли полагаться только на себя а люди остались людьми да где-то есть вот такие люди подпорченные ну так они были всегда но в основном те люди хорошие поэтому людям нужно доверять люди могут помогать а по-другому один за всех и все за одного ну и конечно вместе мы сила а сейчас поговорим обо мне как и говорила что сначала небольшая такая у нас теория а дальше начинаю рассказывать как вы все знаете что уже я повторяла в бизнесе я восемь лет можно сказать сразу же почти открыла офис и никто мне ничего не говорил но начиная с самого начала можно сказать вот я открыла офис считаете в двенадцатом году и уже вот перед первым новым годом мне пришла идея что нужно праздновать новый год команда с партнерами ну благо у меня тогда я же работа думала о себе я же учитель которого интересует деньги мы тогда не работали веточками вы это все прекрасно знаете мы всех регистрировали первую линию это все вы тоже посмотрите я же вы сами знаете не могу без статистики так вот людей было много но людей нужно было держать сами понимаете в основном все были покупатели или продавцы тогда у нас не было ни акции на повторную активность у нас не было никаких подарков старт стартовая программа я прям очень хорошо помню 50 баллов вы сами прекрасно понимаете что такое выполнять 50 баллов и ну ничего покупают люди и хорошо я же думаю только о себе так вот новый год я же учитель сценарий писать умею мероприятие проводила тоже не раз поэтому ну почему бы нет сценарий был слово вылетело написан таким образом что сначала я начала рассказ о себе и например сейчас я понимаю потому что специально у меня все 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 сценарии всех годов есть что очень много уделила внимание себе любимой дальше было был рассказ о компании затем были распределены ну как бы звание между людьми там кто-то допустим там продавец кто-то там открытие года ну и так далее ну и конечно были подарочки но понимаете вроде как вам сказать ты подарок и хочешь подарить но ты же хочешь купить чем подешевле я думаю не только я такая а все мы такие еще раз повторюсь это переход на тринадцатый год так вот первый можно сказать облом был у меня когда сейчас сценарий написан под одних людей приглашающие конечно на офис всех а приходят ну совсем другие люди вот уже тогда надо было как-то креативить что-то где-то придумывать это был первый новый год ну конечно потом там сладкий стол шампанское девчонки между собой познакомились ну почему я вот это все рассказываю можно сказать подробненько потому что люди же все чувствуют люди ну я думаю вы сами все чувствуете когда к вам относятся со всей душой а когда такое как бы отсыпное чтобы поставить галочку у меня новый год в фаберлик произошел так вот на следующий новый год это уже тринадцатый четырнадцатый ну готовлюсь как обычно конечно я представляться уже не буду меня же уже все знают и какой у меня сказать вам было как бы ну не разочарование в общем пришло людей меньше если посчитать двенадцатый тринадцатый год было может пятнадцать человек ну в общем можно сказать места не хватало ходила за стульями так на второй новый год с компанией пришло может где-то восемь человек ну одним словом поменьше третий новый год девчонки пришло пять человек заметьте а команда то у меня растет тоже это все я вам покажу и я как учитель в прошлом понимаю что овчинка выделки не стоит почему потому что все таки ты готовишься пишешь сценарий а так как я все делаю ночью это несколько ночей затем готовила там какие-то дипломы потом собираешь конечно подарки а ну люди этого всего получается но я же людей винила люди не ценят никому это ничего не надо никто не ходит и так далее и тому подобное и так прошло вот не помню три или четыре года в общем на следующий год я очень сильно обиделась и ничего не ну не провела не провела знаете никто не заметил никто не обиделся у всех свои дела у всех свои проблемы и вот и ну я директор стабильный наверное вечный если бы я дальше так жила и думала и вот как я уже назвала свой слайд мой второй день рождения очень прям кардинальная роль сыграла моя поездка в Сочи первое вы уже знаете что в то время у нас уже был проект у нас уже была огромная команда из России и мы там все познакомили мы там общались плюс было три шикарнейших дней обучения море можно сказать первая моя поездка на море где я правда не искупалась но камушков и ракушек привезла это точно и вот знаете я очень много для себя сделала выводов плюс прошла диету прощения которую нам тогда на обучении рассказывали и знаете я вот сама по себе понимаю что я опустошилась и начала мыслить по другому ой еще предыстория к этому это же здесь в Сочи я уже старший директор то есть посчитайте закрыла получается я его в восемнадцатом году а директора открыла тринадцатом по-моему вот посчитайте пять лет я была директором который старался сначала просто держать эти три тысячи а затем долгий долгий путь до пяти тысяч очень хорошо помню как мне посоветовала Оксана ну как у нас всегда бывает бывает новогодние директора ну вот у меня такой получился новогодний старший директор так вот мне не хватало до пяти тысяч по-моему сто пятьдесят или сто восемьдесят баллов да как бы это и немало но вы сами знаете я уже пять лет была вечным директором и я позвонила Оксане мол говорю так и так как считаешь добрать она говорит сама понимаешь что сто восемьдесят баллов это немалые деньги то есть в принципе разница в вознаграждении будет не очень но когда ты откроешь у тебя будет стимул закрыть и вот так девчонки я открыла старшего директора конечно я брала водами которые у меня потом может полгода расходили что-то где-то дарила что-то где-то кому-то прочно было но не в этом случае и вот ровно ровно год мне понадобился на то чтобы закрыть звание старшего директора мы сами знаем это восемь каталогов в год и вот я в Сочи меня награждают меня кстати тогда девчонки из дочернего предприятия не узнали я сама себя на этих фотках кстати не узнаю и вот это мой второй день рождения а сейчас конечно долго останавливаться не буду но я сегодня поработала статистом моя дата регистрации в компании восемнадцатого июня одиннадцатого года и я вам специально взяла аналитику начиная с двенадцатого года чтобы вам показать не повторяйте моих ошибок итак это у нас все шестнадцатый каталог значит можно сказать в компании я год двенадцатый каталог меня в структуре заметьте триста двенадцать человек пятьдесят пять из них сделали заказы тысячу пятьсот активность группы шестнадцать процентов сейчас я понимаю что это очень мало но тогда главное баллы главное денежки итак тринадцатый год у меня заметьте шестьсот плохо видно шестьсот восемьдесят один человек то есть наполовину больше девчонки а активных восемьдесят восемь но заметьте три тысячи баллов есть прям ровно подсчитано тридцать тысячи одна личных сто один дальше активность двенадцать четырнадцатый год девчонки обратите внимание четырнадцатый год триста двадцать пять это представьте триста человек удалили сопровождения не было работаем работаем только в личную группу все продавцы все покупатели никто никого нигде не держит смотрите сами три тысячи два девчонки прошел год сами видите рост правда активность двадцать шесть потому что там было людей больше наполовину восемьдесят восемь здесь восемьдесят семь следующий год пятнадцатый три тысячи пятьсот ух ты я на пятьсот выросла зато сто пятьдесят личных четыреста пять консультантов зато активных сто сорок два активность тридцать пять уже повыше шестнадцатый год получается почти двести человек активных сто девяносто четыре четыреста семьдесят пять человек структуре четыре тысячи триста тридцать четыре здесь что я могу сказать здесь у меня уже начали проходить акции для структуры но я их проводила только для тех кто обслуживается на офисе но тот момент у меня уже было два офиса поэтому вот так вот увеличилась активность и были акции для моих людей на офисе то есть если делаешь на 15 баллов дарила подарки все если делаешь на 15 баллов там один подарок на 30 баллов второй на пятьдесят третий на сто четвертый и так далее то есть вот это все контролировала дальше семнадцатый год у меня опять шестьсот сорок семь по моему сто восемьдесят три активных активность двадцать пять четыре сто пятьдесят четыре даже упала год прошел и заметьте это с какого года вот тринадцатый год получается закрыла директора я на свое день рождения в конце марта тринадцатого года то есть считайте полгода как я директор вот считайте тринадцатый год четырнадцатый пятнадцатый шестнадцатый семнадцатый я еще всего лишь директор восемнадцатый год то есть прошлый год я еще раз повторюсь закрыла директ старшего директора и это уже после сочи девчонки сочи у нас были в сентябре заметьте шестьсот двенадцать или шестьсот два человека в структуре двести тридцать шесть активных активность группы тридцать восемь прирост шесть четыреста девяносто семь вы видите сами что прирост можно сказать почти в две с половиной тысячи поэтому еще раз говорю сочи это просто кардинальный рост ну и прошел можно сказать год ну и там два месяца три после сочи у меня в структуре тысячу пятьдесят два человека триста семь активных активность группы двадцать девять целых восемнадцатых активность тридцать процентов это можно считать шикарной и почти девять тысяч баллов восемь восемьсот восемьдесят девять и это все после того когда я пересмотрела отношения к людям отношения к себе отношения к команде когда начала работать веточками а почему потому что веточки больше людей заинтересованных заинтересованных именно заинтересованных они сами держатся они сами делают заказы ну и конечно во многом помогает компания вот уже по моему года два когда вот проходят различные акции для желтеньких на повторную активность и так далее и тому подобное мне захотелось провести вот такой глубокий анализ потому что ну вы сами видите как где-то Оксана где-то в пример приводит и просто я и сама это все вижу и еще раз повторюсь чтобы вы не повторяли мои ошибки и так до этого до Сочи на все мероприятия компании я ездила сама вы думаете я не приглашала своих людей конечно приглашала но девчонки никто не ездил абсолютно никто не ездил где-то был форум ой может 15 нет может 16 год со мной поехало наверное 4 человека но из тех 4 человек только один остался со мной остальных нету и вот считайте начиная Сочи со мной начала ездить команда и как всегда Оксана говорит когда на все мероприятия ездишь ты сам за счет тебя растет твой наставник а если с тобой ездят твои люди растешь ты но об этом даже не нужно думать просто когда ты ездишь на мероприятия когда ты знаешь что это такое когда ты мотивируешься когда ты читаешь когда ты смотришь обучающее видео ты совсем с другим с другим настроением с горящими глазами рассказываешь об этом все и я по себе уже заметила главное хотя бы один раз какими-то способами уболтать своих девчонок были такие ситуации что я даже дарила билеты и если они один раз попадут больше вы им абсолютно ничего говорить не будете они будут сами ездить они будут сами стремиться они увидят что это такое вот это слайды с прошлого форума в Минске двух девчонок уже с этих слайдов ну с этих фоток нет одна так делай 50 баллов потому что там есть немного структура а вторая вообще уже в компании нет но знаете если человек можно сказать халявщик нам мне такие например и не нужны просто когда ты меняешься люди как одним словом какой ты таких людей ты притягиваешь когда ты меняешься те люди которые остались на том же уровне они сами по себе уходят а к тебе приходят новые люди и у меня в моем ежедневнике сейчас сейчас который весь вот так вот расписан где я пишу цели есть очень хорошее выражение что тот результат который есть у тебя сейчас это тебе дали люди которые тобой были до этого если хочешь нового результата нужно искать новых людей до этого я это все знала но я это не понимала поэтому еще раз повторюсь сегодня у нас такой анализ работы с команды моей и так первое что должно быть обязательно в команде это посещение мероприятий не могла не ставить слайд моим первым выступлением где я там вся в слезах озареванная и затем началось обучение девчонок из моей команды благо у нас был запущен помним все хочу туда тот кто участвовал в этих в этом обучении и показывает на самом деле рост откуда откуда у них взялся рост появились новые люди которые сами заметьте уже не я как обычно раньше мы же все знаем методы мы все знаем что нужно работать с промо стойка мы все знаем что нужно работать с листовками ну я допустим имею ввиду офис мы все знаем что там теплые круги так далее и тому подобное но вы сами понимаете когда ты сам ты сам ну не выйдешь нормально не постоишь той же промо стойкой а когда у тебя есть люди которые это делать хотят которые сами предлагают ты же уже не скажешь а не я не хочу я не буду мне некогда и так далее и тому подобное потому что если один раз так скажешь больше как говорится не предложат поэтому приходится переступать через себя через какие-то свои привычки и зону комфорта и в итоге этим летом мы и листовочки раздавали мы ездили и на купали организованное в фаберлиф и конечно все вот наши такие мероприятия заканчиваются посиделками в нашем уютном кафе которые конечно сближают затем у нас появляются совместные праздники первый совместный праздник был придуман мной он назывался мое день рождения в фаберлик в этом году было 8 лет в принципе не круглая дата но я просто девчонок пригласила на свое день рождения ну фаберлик кафе все красивенько кому получилось тот пришел приехал было очень приятно очень была удивлена что мне подарили подарок хотя ну какой там день рождения но раз день рождения значит нужно дарить подарки вот такую мне брошь подарили стрекозу также я начала вести ежедневники и не один начала писать цели и вот тоже мой ежедневник сейчас вам специально покажу и расскажу свои ошибки начала я писать цели ну по честному как говорится с восемнадцатого года начала писать но заметьте у меня до сих пор не закончился ежедневник рассказываю почему потому что был такой принцип то пишу то не пишу то пишу то не пишу то пишу то не пишу и в итоге у нас извините заканчивается девятнадцатый год у меня пол ежедневника а почему потому что буквально три месяца назад я себе прям вбила сюда что это нужно мне это мои цели то если не я поэтому сейчас ну благо двадцать девятая цели написаны но тридцатая еще не закончилась я их знаю наизусть так как и нужно разбуди меня в любое время дня и ночи я их расскажу раньше я боялась их писать десять сейчас их то четырнадцать сейчас уже вообще восемнадцать можно и и дальше продолжать но просто страничка заканчивается я это все веду к чему что когда нужно не только знать методы нужно их и самим применять плюс конечно есть отдельный ежедневник где планируются различные вебинары есть отдельный ежедневник где я записываю какие-то умные фразы мысли с моих просмотренных обучающих каких-то видео и вот этому всему нужно учить и свою команду у нас начались совместные фаз сессии а это все благодаря чему что команда именно моего города растет не покупателями а партнерами покупатели были есть и будут потому что люди будут покупать но когда растут твои бизнес-партнеры когда их поздравляют в чатах когда ты делаешь вот эти готовишь картиночки это так приятно раньше я как вспомню себя даже допустим про работе в одноклассниках почему я буду классить там кого-то это же я его рекламирую сейчас мне не жалко ничего никому девчонки вот когда поменяешься внутри команда у тебя тоже меняется и меняется настроение команды я могу с гордостью сказать что команда у меня очень дружная взаимоподдержка у нас настроена на работает сто процентов на каждом мероприятии нас каждый раз все больше и больше и едет не только моя первая линия а ездят уже девчонки моих партнеров вот на день команды который был организован у Оксаны было много моих девчонок сейчас со мной как вы все знаете везде ездит мой муж он тоже меняется так же как и я и вот заметьте фотография где нас фотография свысока вот если бы было мало людей получилась бы такая шикарная фотография нет конечно в москву со мной поехали даже три моих бизнес партнера девчонки еще раз повторюсь за восемь лет в компании никто абсолютно не ездил в Москву не поверите у нас всего лишь заканчивается девятнадцатый год на москву две тысячи двадцать уже сто процентов со мной едет семь человек уже но у нас можно сказать еще почти год непридуманные истории форум минс две тысячи девятнадцать нас было по моему восемь человек хотя до этого вы сами видели два-три человека дай то приходящее и уходящее никому ничего не говорила девчонки сами предлагают спрашивают совета хотят поработать с промостойкой итог работы с промостойкой в прошлом каталоге заметьте не лето осень дни бывали разные и теплые и холодные тринадцать новичков по-моему за три выезда ездили по деревням шесть новичков сделали заказ сразу прирост по структуре сто баллов и уже в этом каталоге эти новички на пятьдесят восемь баллов сделали заказы поэтому как мы работаем командой как мы относимся к людям вот оттуда идет вот это вся отдача смотрю чтобы не забыть так и еще расскажу то что на слайдах нет уже полгода точно а может и больше у нас вошло в традицию мы с бизнес-партнерами запустили розыгрыш для всей структуры на 15 баллов вся структура знает что как только они делают заказ на 15 баллов они участвуют в розыгрыше акция кратная то есть если заказ там на 100 баллов значит несколько номерков по 15 создана google форма те партнеры которые участвуют значит они дарят подарок все мы сами следим со своими отчетами вписываем людей в табличку затем я подвожу итоги подарки в белорусский скажу где-то на 30 рублей и меняем то вот был френч пресс то набор допустим там для лица то полотенца то вот сумка на поясная даже не вспомню ну как бы если хороший подарок нравится повторяем то есть вот такое чтобы грубо говоря был минимальный заказ дальше как ты работаешь как ты показываешь результат что ты не боишься дарить подарки что ты делаешь различные мотивационные программы для твоей структуры точно так начинают работать и твои люди да они что-то где-то советуются что-то где-то спрашивают ну то так и должно быть и в итоге мои девчонки запускали акцию например в конце каталога оплати заказ ну по-моему там было за два дня оплати заказ сегодня-завтра и получи на телефон три рубля знаете сработало нормально дальше вот например в структуре гали потопчук уже второй каталог разыгрывается серебряный браслет тоже все подводится розыгрыше при заказе на 35 баллов конечно оплате потом проводится розыгрыш победитель получает серебряный браслет высылается почтой здесь уже участвуют все например сейчас я провожу розыгрыш тоже на 35 баллов тоже для всей структуры кроме бизнес-партнера которые со мной в бизнесе на 35 баллов каждую неделю то есть завтра я буду снимать отчет и все кто у кого оплачено больше 35 баллов участвует в розыгрыше подарок набор косметики по уходу ну а дальше если человек выиграл я связываюсь с ним и спрашиваю какой они хотят там возраст 35 45 или 55 плюс то есть в этом за эту неделю подводится розыгрыш за следующую тоже и почему я это все ввожу потому что девочки мои дарят подарки вот тоже в прошлом каталоге Оля и Галя запускали акции дарили наборы при заказе по моему на 25 баллов каждому со структуры отправляли подарки мыло для кухни при заказе на 50 баллов водичку 30 миллилитров на выбор вот Галя подсказывает при заказе на 100 баллов набор косметики для дома вот там такой огромный пять по моему наименований и заметьте на всю структуру и сейчас я понимаю что один поле не воин а только если много тогда будет результат а чем больше у тебя бизнес партнеров тем больше будет у тебя результат и плюс мы не забываем что к нам приходят все время новые люди и когда они видят какое настроение в команде как тебе относится наставник точно так они будут относиться и к своим же людям поэтому девчонки только когда мы будем думать о других заботиться о других любить свою команду проект и компанию только тогда будет результат да Галя здесь комментировала ну на меня у меня на этом можно сказать все просто хочу завершить таким что в этом году на новый год мы работаем по-новому мы с моими бизнес партнерами идем праздновать нашу кафешку ну просто у нас такой город большой что выбор малый и идем не только с бизнес партнерами а приглашаем всю структуру будет все круто конечно со сценарием конечно подарочками надеемся с дедом морозом так что девчонки желаю вам отличных партнеров в команде чтобы ваша команда была сплоченная дружная один за всех и все за одного да кто может приезжайте 25 декабря все девчонки всем приятного завершения этого вечера хорошего воскресенья отдыхайте да место деда мороза вакантно приезжайте все всем пока пока запись наверное и уже будет завтра до 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 Продолжение следует...